Девушки отдыхают В-образная восьмерка, а приборы и дисплей заливают нежно-голубой свет, будто намекая на породу. Из центрального тоннеля плавно поднимается металлическая шайба селектора трансмиссии. В то же время из широкой алюминиевой вставки в центральной панели поворачиваются наружу дефлектора микроклимата. Все, кошка окончательно открыла глаза. Пробуждение Ягуара завораживает. Мощный и быстрый хищник подается дрессировке с первого прикосновения. Агрессивный рык двигателя звучит многообещающе. Над заточкой клыков этого хищника очень неплохо поработали. Основной задачей Майка Кросса, легендарного гонщика-испытателя, главного инженера Ягуар, было вывести этот автомобиль на принципиально другой уровень динамики. Тяжело представить, что кто-то мог бы справиться с этой задачей лучше. Подтверждается это не только собственным пониманием того, что теперь значение слова «телепортация» устойчиво ассоциируется с моментом нажатия на педаль газа. Но и теми долями секунды, за которые невероятные 625 ньютон на метр крутящего момента, через новый электронно-контролируемый дифференциал распределяются на задние колеса и дают этому хищнику сил на умопомрачительный рывок. Немедленная реакция двигателя – самая главная его черта. От этого взрыва, казалось бы, неконтролируемой мощи захватывает ТУП. Перед нами принципиально новый пятилитровый V-образный восьмицилиндровый двигатель Ягуар XFR, развивающий мощность 510 лошадиных сил и обеспечивающий абсолютно невероятный крутящий момент в 625 ньютон на метр. Это очень отзывчивый двигатель с непревзойденной эффективностью. Его сконструировала и разработала практически с чистого листа команда из 800 человек. Инженеры Ягуар превзошли сами себя. Разработанный ими двигатель, несмотря на выдающуюся эффективность, отличается невероятной экономичностью. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 12,5 литров. Показатель – более подобающий малолитражке, нежели суперкару. Одной из главных особенностей этого двигателя является инновационная система непосредственного впрыска, расположенная по центру. Она подает топливо под давлением 150 бар непосредственно в камеру сгорания, внося свой очень весомый вклад в немедленную динамическую реакцию двигателя. И вклад, нужно признать, более чем весомый. Помимо всего прочего, Ягуаровский V8 получил принципиально новый нагнетатель ИТОН с двойной системой ВИФИ. Звучит, конечно, сложно, но такая конструкция позволила инженерам увеличить его эффективность на 16%. Большой плюс его в том, что нагнетатель теперь практически не слышен, оставляя в прошлом пронзительный вой компрессора. Это дало возможность разработчикам воскресить уникальный рык двигателей Ягуар. Помимо этого, в XFR сознательно увеличили уровень проходимости звука в салон, повышая удовольствие от вождения. XFR – самый быстрый зверь в семействе кошачьих. И это отнюдь не голословное утверждение. На Солончаках в Боновилле, штат Юта, профессиональный гонщик Ол Джентилотсе на XFR установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей Ягуар – 362,9 км в час. 510 лошадиных сил. Разгон до сотни – 4,9 секунды. Ограниченная максимальная скорость – 249 км в час. И, пожалуй, самое впечатляющее число – Ягуар XFR – 1,9 секунды. Это время, за которое показатель скорости возрастет с 90 до 113 км в час. Что это значит на практике? Видишь впереди пространство, жмешь на газ, срываешься с места. Очень удобно перемещаться в городских пробках. Без малейшей задержки двигатель на полных оборотах. Наделив этот автомобиль суперскоростью, создателям удалось добиться практически невозможного. XFR невероятно легок и приятен в обращении. Характер этого автомобиля – ласковый и податливый, как у домашней кошки. В любой момент готовый выпустить когти. Впечатляет в XFR не только нереальная динамика, но и потрясающая эффективность на средних оборотах. Помимо этого, у трансмиссии есть спортивный режим, при активации которого характер автомобиля становится несколько агрессивнее, а ходовая – немного жестче. У мощных автомобилей, таких как XFR, требования к тормозным системам невероятно высоки. Разработчики XFR явно не пожалели сил и времени на невероятно сложную, но при этом безупречно эффективную тормозную систему. Точнее, несколько систем, которые отвечают за усиление действий водителя. К примеру, рычаг педали тормоза мгновенно усиливает нажатие водителем на педаль в 4 раза. Через долю секунды активируется усилитель тормозов, и сила увеличивается уже в 6 раз. Это механическое усилие используется для активации гидравлической системы, которая увеличивает силу на передних колодках еще в 5 раз. В общей сложности тормозное усилие возрастает в 120 раз всего за 0,3 секунды. Может показаться странным, но новый XFR реагирует на возникновение чрезвычайной ситуации даже раньше водителя. Упреждающее действие – это главная особенность системы экстренного торможения. Если вы резко отпустите педаль газа, система предугадает возможность возникновения экстренной ситуации. Модулятор антиблокировочной тормозной системы и контроля динамической стабилизации моментально приводит в готовность гидравлическую систему, мгновенно заполняя пустоты внутри тормозной системы. На сухой дороге новый XFR остановится всего лишь за 3 секунды со скоростью 100 км в час, преодолев при этом тормозной путь в 38 метров. Реакция тормозной системы поистине безупречна. XFR ведет себя одинаково и на крутых поворотах, и на прямой дороге. Ни грамма неуверенности или нервозности. Передние и задние рессоры стали на 30% жестче, нежели в ходовой части стандартных моделей XF. А инновационная система Adaptive Dynamic System замеряет движение колес 500 раз в секунду и контролирует амортизаторы так, чтобы шины имели постоянный контакт с дорогой. При этом подвеска автомобиля очень комфортна, даже в спортивном режиме. Любителей более жестко настроенной ходовы в полной мере удовлетворит режим Dynamic Ride, который можно активировать нажатием кнопки на центральной консоли. Женечка, как находишь внутреннее убранство автомобиля? Как тебе нравится его интерьер? Конечно, мне очень понравилось. И передняя консоль совершенно не перегружена кнопками, в отличие от руля, как мне показалось. Ты знаешь, а мне в свою очередь показалось, что от былого английской чопорности не осталось и следа. В интерьере намного больше немецкой строгости, чем английского снобизма. Сдержанная роскошь – вот правильный термин для определения атмосферы внутри салонного пространства. Здесь все натуральное – и алюминий, и дерево, и кожа. Впрочем, металла все-таки больше, а в кожу целиком затянута вся передняя панель. А еще – сиденья, двери, руль. Кресла регулируются электроприводами, обогреваются и вентилируются. А рулевое колесо также оснащено обогревом. Огромное количество функций возложено на сенсорный дисплей. Вот это управление навигацией, мультимедиа-системой и микроклиматом. Кстати, многофункциональный руль, показавшийся Жене перегруженным большим количеством кнопок, я сочла очень удобным. Мне безумно нравится внешний вид этого автомобиля. И несмотря на его повадки, дизайн не выглядит особенно агрессивным. Ты знаешь, я думаю, что это заслуга дизайнера Ягуар Яна Келлома. Кстати, он получил очень весомую награду – Luxury British Design Talent. Характер хищника выдают некоторые изменения в его внешности. Например, новый дизайн передней части автомобиля с хромированными жабрами, воздухозаборники на капоте, четыре полированных выхлопных трубы, новые 20-дюймовые колесные диски, аэродинамический спойлер багажника и логотипы R на задней части кузова. Для понимания философии Ягуар имеет смысл немного окунуться в историю. Шикарный британский бренд зарождался в 1922 году, когда Уильям Лайенс и его партнер Уильям Уолмсли основали компанию Swallow Sidecar в северном приморском городе Блэкхул, которая изначально специализировалась на производстве колясок для мотоциклов. Стильные алюминиевые коляски Swallow сразу обратили на себя внимание автолюбителей. Решив не останавливаться на достигнутом, талантливый и предприимчивый Уильям Лайенс решает попробовать себя в новом направлении в производстве автомобильных кузовов Swallow. Один из его первых заказов – разработка кузова для Austin 7. В 1931 году Уильям Лайенс начинает проектировать свои собственные автомобили, питая пристрастие к двухместным спортивным моделям, что приносит компании очередной успех на мотор-шоу в Лондоне. Автомобиль SS1, шасси и дизайн кузова которого были полностью разработаны Лайенсом, был признан самым спортивным из всех моделей Swallow. Темперамент Лайенса, отразившийся в самом автомобиле, нашел отклик и в названии Jaguar. Будучи страстным поклонником кошачьего животного мира, автору удалось сконструировать реальное воплощение хищника на колесах. В плавных линиях моделей угадывалась скрытая сила движения. Невероятная мощность и готовность к прыжку сочеталась с непринужденной аристократичной грацией, жаждой энергии и жизни. Дальнейшая история Jaguar наполнена яркими победами. Многократные завоевания команды Гран-при в Лимане в 1959, 60, 63 и 65 годах навсегда связывают это имя с историей побед в автомобильных соревнованиях. В 1956 году королева Елизавета II английская присвоила Уильяму Лайенсу звание королевского дизайнера автомобильной индустрии. Также он был удостоен титула королевского рыцаря за великий вклад в развитие автомобильного производства страны. В 1968 году появляется новый седан Jaguar XJ6, завоевавший множество наград, в том числе звание «Автомобиль года». Немного позже, в 1971 году, появился Jaguar XJ12 с 12-цилиндровым двигателем мощностью 311 лошадиных сил, который много лет являлся самой мощной в версии двигателя Jaguar. И настоящей сенсацией британского мотор-шоу 1988 года стал Jaguar XJ220. И довольно долго именно этот автомобиль считался самым быстрым в семействе Jaguar, до тех пор, пока на арене не появился новый XFR. Очень харизматичный автомобиль. Было бы интересно пообщаться с владельцами Jaguar. Нет ничего проще, Жень. Сейчас мы отправимся с тобой на одно интересное мероприятие, и у тебя будет такая возможность. Мы с Женей отправились в загородный ресторан на берегу реки Сходня, куда нас пригласила компания, любезно предоставившая для тест-драйва дорогой и быстрый автомобиль. Здесь, в живописном уголке Подмосковья, собралась на традиционный осенний пикник особая каста автовладельцев, поклонников Jaguar. Свежий воздух, роскошное авто, красивые женщины и шампанское. Можно ли лучше провести выходной день? Каждый гость мог выбрать себе занятие по вкусу. Однако, прежде всего, стоило отправиться на тест-драйв, чтобы испытать всю мощь, силу, изящество и красоту автомобилей. Тем более, что для участников пикника под открытым небом были представлены автомобили всего модельного ряда Jaguar. Здравствуйте! Расскажите немножко о впечатлениях от тест-драйва. Знаете, замечательный автомобиль, очень понравился. Единственное, ну, достаточно мягкий. То есть, когда покупаешь такую машину, хочется больше драйва, наверное. Здесь очень на Mercedes-AMG похож. Денис, насколько понравилось, как Ваши ощущения от тест-драйва? Машина превосходная. Я счастливый обладатель суперчарджера СВ-8. Такой, да? Но, так как это следующий поколение и совсем другой класс, да? Больше лошадиных сил. В принципе, я задумываюсь о приобретении уже вот этой машины XFR. Здравствуйте, как Вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Очень приятно, Сергей. Меня зовут Марина. Очень приятно. Расскажите вкратце о Ваших впечатлениях от тест-драйва. Впечатления изумительные, конечно. Но хочется такую машинку взять на целый день покататься, чтобы понять все нюансы. 510 лошадиных сил вообще ураган. Понятно, понятно. Я уже сколько, я два года катаюсь на XJ, и, конечно, в семью такой машины, как дополнение, было бы вообще отлично. Спортивные XKR и XFR продемонстрировали скорость и невероятную динамику пятилитровых двигателей. XJ Daimler поразил своим совершенством поклонников представительских седанов. А Jaguar XF вновь доказал свою уникальность в сочетании дизайна и ходовых характеристик. Мне очень понравился этот тест-драйв. Из всех Jaguar больше всего нравится XF. И я считаю, полностью выражает идеологию, что можно и спокойно ездить, и если захочешь втопить, он как пуля просто влетит. Впечатление потрясающая машина. Просто все, покупаем. Отлично. Понравилось? Да, очень понравилось. Здорово. Спасибо. Приятного вечера. Спасибо большое. Размявшись за рулем, можно было сыграть в мини-гольф. Просто прогуляться или, закутавшись в плед, вести беседы под звуки рояля. Лекенда джаза. Лекенда джаза. В Даджегордеи нашлись занятия для самых маленьких гостей и их мам. Пока ребята играли на детской площадке, «Автоледи» наслаждались модным дефиле от известного дизайнера, который представил на суд взыскательной публике свою новую коллекцию головных уборов. ДИНАСИЧНАЯ МУЗЫКА «Стежит approval. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осенний пикник Ягуар Дэй – наилучшее свидетельство того, что поклонники марки Ягуар – истинные ценители высочайшего качества жизни. Удивленные глаза фары и широко открытый рот воздухозаборника – он сам в шоке от своих возможностей. Как считаешь, достоин звания лучшего автомобиля мира? Конечно, нет ничего проще, чем порекомендовать его другу. Я искренне рекомендую тебе попробовать прокатиться. С удовольствием. Прошу. Женька, будь осторожна, эту кошку не рекомендуется гладить против шерсти. До встречи в наших следующих программах, а мы поедем кататься. Продолжение следует... Продолжение следует...